Друзья, всем добрый вечер. Сегодня я хотел записать такой ролик, на какую камеру я снимаю видео. Давайте начнем сначала. Я уже давно снимаю видео. До этого канала у меня был еще зарубежный канал. Два года снимал на зарубежный канал. Потом многие мои знакомые говорят, ну, говорили то, что мы смотрим твои видео, но не понимаем, о чем ты говоришь. И было принято такое решение. Я открыл и русский канал. И снимаю еще на второй канал. Вот, я снимаю уже давно, где-то, если в общем взять, около 4 лет я снимаю видео. Но это, конечно, чисто мое хобби. Кто хочет снимать видео, снимайте, друзья, никого не слушайте, не стесняйтесь. Это очень просто, легко. Самое главное, что желание. Давайте начнем. Друзья, хочу вам сразу сказать, идеальной камеры не существует, потому что каждая камера в чем-то хороша, в чем-то она не очень. Есть плюсы, есть минусы. Изначально, друзья, я как открыл свой канал, я снимал на телефон. У меня, не знаю, какой там Samsung был. Я был любителем Samsung. У меня был телефон Samsung S3, по-моему. Я не знаю точно, я забыл уже. Потом продолжал снимать. После этого сразу же, ну, в интернете тоже видео смотрел. Сразу же купил себе GoPro. Это GoPro уже 3 года, как я на ней уже снимаю. Вообще, очень хорошая экшн-камера. Эта экшн-камера снимает 4K 60fps. Очень динамичная камера. Ну, я сам тоже, как бы это, раньше катался на мотоциклах. Тоже в шлем его цеплял. И, в общем, экстремальные видео снимает. У меня вообще в основном канал про дальнобой. Именно для дальнобоя. Вот эта камера самая то. Потому что обзор очень широкий. Широкоугольная камера. И снимаешь удобно. Раз в карман. И батарейка хорошо держится. Вот я на ней снимаю. Получается, здесь экранчик есть. Сенсорный экран. Ну, я не знаю, минусов нет. Вообще, камера мне понравилась очень. Только есть одно. Он записывает. Твой звук он записывает чуть-чуть похуже, чем, например, телефон. Тот же. Или там другая камера. Есть Sony X3000. Тоже самая экшн-камера. Ее хвалят. Почему? Потому что там именно звук он хорошо записывает. Водонепроницаемая. Можно нырять до 10 метров. Это первая камера моя. Профессиональная, можно сказать. Давайте в интернет посмотрим. Сейчас она сколько стоит. Друзья, сейчас сразу подведем итоги. Зайдем в Авито. Друзья, вот я нашел такую камеру. GoPro 6. GoPro 6 Black. Тоже самое. Черная. Вот она. Стоит 17000 рублей. Новая. Прямо в магазине. Я ее покупал в то время. Вот она только вышла. Я хотел пятую купить. Потом смотрю, вышла шестая. И там доплатить вроде бы 4000 рублей нужно было. И я решил, что возьму вот эту. Сейчас уже и есть более новые модели. GoPro уже девятая, по-моему, есть. Смотрите в интернете. Вторую камеру я купил себе зеркалку, друзья. Год на ней поснимал. Потом на второй год уже купил себе зеркалку. Это Canon 650D. Если кто хочет, друзья, купить зеркалку, сразу советую. Покупайте Canon 80D или более-менее хорошую. Потому что в то время я купил БУ за 14000 рублей. Вот эту камеру. Везде на пломбах. Очень хорошая камера. Она до сих пор снимает без проблем. Есть один небольшой, ну большой минус. На ней очень плохой фокус. Он прям шумный. И в общем с ней невозможно снимать. Ну конечно, я могу вот в таком формате очень удобно снимать. Намного лучше, чем на телефоне картина. Здесь объектив какой. Здесь матрица очень большая. Очень удобно снимать. Очень хорошие картины получаются. Картинка вообще шикарная получается. Как киношная. Собственно для этого я ее и приобрел. Но потом, использовав эту камеру, я заметил то, что с ней очень неудобно. Возить с собой ее постоянно в карман не положишь. Например, я сам вообще работаю дальнобойщиком и снимаю видео про дальнобой. В дороге у меня, мне нужна динамичная камера. Вот такая. Или телефон. Эта камера в кармане. Любое время вытащил, снял. Все, что надо. Куда-то подлез. Ну, ремонтируешь. Все удобно. Везде можно подлезть, снять. И люди не так обращают внимание на вот эту камеру. Как на эту камеру. Эту камеру начинаешь доставать и снимать. Сразу думают, опа, что за камера? Это что за видеоредактор или видеооператор? Сразу обращают на нее внимание. В общем, с ней неудобно ходить. Динамичное видео тоже неудобно снимать. Потому что здесь есть своя стабилизация. Она на всех зеркалках очень плохая. Она трясется. Но эта камера не для видеосъемок вообще предназначена. Она больше всего для фотографий. Или надо приобретать сюда стабилизатор трехосевой. Это тоже очень дорого. Так что хорошая камера. Но не советую, кто снимает именно видео про путешествия, про дальнобой, ну динамичное видео. То эту камеру не советую покупать. Если вообще хотите купить, советую лучше 80D. Canon 80D тоже старая зеркалка. Но очень хорошая. Там фокус прям очень хороший фокус. И намного лучше камера. Она чуть подороже, чем эта. После этого всего, друзья. Это тоже видеокамера. Это тоже видеокамера. Для этих видеокамер нужна хорошая флешка. Именно 100 мегабит в секунду. Она стоит не знаю сколько. Ну очень дорого такие флешки. Самсунговские есть. Есть еще какие-то. Я покупал. Очень дорогие флешки. Кроме этих флешек, отснятый материал тебе нужно загрузить в компьютер. И не слабый, мощный компьютер, чтобы ты мог отредактировать видео и выложить в интернет. В общем, очень неудобно, друзья. Снимает, конечно же, такие видео. Неделю, один раз, если снимать видео, то можно на нем хорошие кадры сделать. Как бы киношную картину можно на этой тоже хорошее видео сделать. Ну, дополнение. Вот этими двумя можно что-то между ними найти. Маленько и на этой снять, потом и на этой. Потом я принял такое решение. Я вообще до этого не пользовался айфоном, друзья. У меня были модели Samsung. Ну, в общем, на андроиде пользовался. Мне посоветовали телефон айфон. Ну, в интернете тоже самое. В интернете посмотрел. То, что у айфонов более-менее камера хорошая, чем у других моделей. Купил айфон. Айфон купил себе 11. Вот на сейчас айфон 11 снимаю видео. 4К, 24 кадра в секунду. Ну, и 4К, 60 FPS тоже есть. Но я снимаю сейчас на 24 кадра. Очень хороший телефон, друзья. Как купил, уже год пользуюсь. Без проблем. Ни одной проблемы не было. Не виснет ничего. В андроидах есть такая проблема. Андроид виснет. Друзья, если андроид, я не знаю, любой, по-моему, я еще такого не встречал, который не виснет. В динамичном уровне, когда пользуешься, динамично там игры скачиваешь, там видео редактируешь, видео снимаешь. Он периодически начинает глючить. Вот на айфоне вот этого у меня не было. Почему-то я не знаю. Не знаю, у меня или такой телефон попался, или все айфоны такие. И вообще без проблем. Это мой первый айфон. И хотел я сперва купить десятый. Вообще восьмой хотел купить. Потом поработал. Думаю, десятый возьму. Потом еще поработал. Потом купил вот такой одиннадцатый. И ее тоже покупал новым. Этот телефон, друзья, тоже покупал новым. За... Сейчас она стоит... Давайте... Я покупал давно. Сейчас я вам пока... Забью в интернет. И посмотрю на сегодняшний день, какие цены. Айфон 11 64 гигабайта. Стоит 45 тысяч рублей. Это в Москве. То же самое в Москве. Айфон 11 128 гигабайтов, как у меня. Стоит 48 тысяч рублей. Я год назад покупал то же самое за 48 тысяч рублей. Такая же цена стоит на сегодняшний день. Сейчас уже есть тринадцатый айфон. Так что это прям не новая модель. Друзья, давайте я вам расскажу о плюсах съемки на телефон. Сразу скажу, друзья. У меня есть стаж. Я уже четыре года снимаю видео. Чисто это я люблю такую... Именно такую профессию. Видеооператор. Люблю снимать. Не для того, чтобы там, например, в ютубе заработать. Там или что-то. Ну, конечно же, у меня подписчиков очень мало. Тысячу всего лишь. Тысячу семьсот или тысяча восемьсот подписчиков. И несмотря на то, что я прям сильно прям загружал. Можно сказать. Ну, я в сезон катаюсь. Зимой дома. Именно от весны до осени катаюсь. Можно сказать, на каждый день выкладывал новые ролики. Ну, пока не набирайся. Видимо, у меня тема не очень интересная. Ну, бывает так. Просто я для себя снимаю. Чисто мое хобби. Друзья, расскажу вам о плюсах съемки на телефон. Я вот снимал четыре года. У меня стаж четыре года. Я снимал и на Samsung. Я снимал и на GoPro. Я снимал и на зеркалках. И снимаю вот на iPhone. Из всех этих камер мне понравился больше всего iPhone, друзья. Скажу почему. Во-первых, на iPhone можно сразу же загружать приложение, с которым можно отредактировать любой видеоролик. Хоть вот, например, на максималках. 4К, 60 FPS снимаешь. Хоть какое разрешение там. Хоть сколько по времени. Без проблем тянет. На iPhone свои приложения. Есть в Apple Store. В общем, скачиваешь. И он идеально редактирует. Идеально все. Очень хороший телефон. И программа очень хорошая. На Samsung, на Android, друзья, Такие приложения есть. Но они при редакторе этого видео Они очень сильно ухудшают само видео. Когда уже сохраняете. Качество ухудшает само приложение. В общем, не очень. В этом плане, друзья, Android мне вообще не понравился. И, конечно, видео на Android намного хуже, чем на iPhone. Apple, конечно, рулит. Не знаю. Пока, может, там флагманские смартфоны Android тоже хорошо снимают. Но пока я думаю, что не поменяю этот iPhone. Вообще, он мне понравился. Всегда с собой. Всегда полная батарейка. Всегда с собой. Любое время вытащил, снял. Никто, например, не будет подозревать, Что, ой, блин, он делает видеосъемку. Ой, сразу поймут, что любительская видеосъемка Даже не обратят тебе внимания. А так, например, куда-то, если с этой камерой заходишь, Ой, не снимайте. У нас тут не разрешают снимать. Вот. Вот такое обращение было много. А на телефоне снимаешь, Ничего не говорят. Везде. Спокойно ходишь, снимаешь. Во-вторых, Камера довольно-таки хорошая. 4К, 60 фпс. Динамика вот на iPhone, Динамика камеры, По-моему, как на GoPro. Тоже на GoPro тоже очень хорошо снимает. Только большой минус, То, что флешку надо ставить, Флешку вытаскиваешь, Нужен компьютер, И чтобы это все монтировать. Очень много времени потребуется, Чтобы сделать видео. Попросту. Например, неделю раз, Если будете видео выкладывать, То это вам не надоест. Если каждый день попытаетесь выкладывать, То не сможете. Очень, очень трудоемкий процесс. А на телефоне, например, Я сегодня снял, Все сделал ролик. Ну, где-нибудь остановились, Отдыхаем после ужина. Легли спать. Я за это время, На телефоне, Там час поковырялся, Отредактировал, И закинул в интернет. И вообще без проблем. На одном телефоне все. Все в одном, как говорится. Конечно, друзья, На телефоне не такая сочная картинка, Как на зеркалке. На зеркалке это киношный эффект. Это вообще супер. Ну, советую, Кто хочет именно съемку динамики, Покупайте телефон. Не покупайте экшн камеры. Ну, ошибку не допускайте. Это ошибка была, если честно. Надо было просто купить вот такую камеру, И не париться. Снимать в свое удовольствие. Очень тоже хорошая камера, Но много минусов. Тоже хорошая камера, Тоже много минусов. Именно в плане редактора видео. И именно я почему купил такой айфон, Потому что на этом айфоне есть широкий объектив, И есть... Вот сейчас снимаю на обычный объектив. Есть еще широкоформатный, Как на... Ну, не как на этом. Близительно ширина такая, плюс-минус. Друзья, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Эмиль Сулейман. Подписывайтесь на канал, Ставьте лайки, Комментируйте. Всем огромное спасибо за вашу поддержку.